Добрый день, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Мы с вами поговорим в таком широком составе сегодня о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации и о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. Мы с вами к осенне-зимнему периоду обычно энергетику приводим в порядок, проводим соответствующие ремонтные работы и так далее. В сегодняшних условиях самое время поговорить и о том, как мы готовимся с точки зрения медицины к этому периоду времени. Вопросам здравоохранения мы уделяем в последнее время первостепенные значения. Все последние месяцы отмечу, что вся система медицинской помощи в период эпидемии в целом сработала организованно. Мы существенно нарастили её возможности. Этот факт и, конечно, без всякого сомнения, самоотверженные усилия, мужество медицинских работников сыграли большую, колоссальную роль в борьбе с угрозой коронавируса. Позволили защитить жизнь, сберечь здоровье сотен тысяч граждан страны. Не без боев, конечно, и не без проблем. Так нигде не бывает, но, как уже говорил, в целом мы смогли справиться с беспрецедентным вызовом отразить натиск этой эпидемии. В июне и июле количество заражений коронавирусом в России постепенно сокращается. По оперативным данным число новых выявленных случаев сейчас практически в два раза ниже, чем в период пиковых значений мая. Вместе с тем, хочу сразу сказать, ситуация остаётся сложной. И, что называется, может качнуться в любую сторону. Вот именно поэтому, кстати говоря, мы с вами и собрались. И поэтому никаких поводов для самоуспокойности, для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей – нет. Я обращаюсь сейчас и к представителям власти, и ко всем гражданам нашей страны. Тем более, что пока далеко не во всех регионах страны удалось добиться устойчивого снижения числа заболеваний. В ряде субъектов федерации положение дел остаётся сложным. В ходе совещания мы отдельно остановимся на этом вопросе. Предметно оценим, что необходимо сделать дополнительно, как по линии федеральных ведомств, так и по линии региональных местных властей, для улучшения ситуации. Повторю, в целом, по стране обстановка стабилизируется. Регионы поэтапно выходят из режимов вынужденных ограничений. Восстанавливается деловая активность. Запускаются производства. Открываются предприятия общественного питания и торговые центры. Конечно, можно и нужно последовательно эту работу продолжать. Но необходимо принимать решения только взвешенные, осторожные, аккуратные, как и прежде, опираясь на рекомендации специалистов. Потому что необоснованная поспешность, как показала ситуация в некоторых субъектах федерации, чревато повторным ростом числа заболевших. В этой ситуации нам нужно сохранять и наращивать мощности национальной системы здравоохранения. Впереди, как я уже говорил, осенне-зимний период. Это то время, когда во всём мире, в том числе и в России, с учётом её природно-климатических особенностей, традиционно отмечается рост простудных заболеваний, гриппа, так называемых острых респираторных вирусных инфекций. Кроме того, по оценкам экспертов, ситуация с распространением коронавируса также может обостриться. Важно заранее просчитать, учесть все эти риски, как в отдельности, так и их потенциальное сочетание. Подготовиться заблаговременно, чтобы даже в условиях повышенной нагрузки наши больницы и поликлиники работали стабильно, а граждане получали качественную медицинскую помощь, как экстренную, так и плановую, причём, конечно же, в полном объёме, без каких-либо сбоев. И, конечно, необходимо сделать всё, чтобы за счёт профилактических, упреждающих мер постараться избежать повторного введения режима ограничений. Тем более масштабных, чтобы школы, детские сады, вузы, предприятия и организации могли работать в безопасном, в нормальном, привычном для людей режиме. Вначале слово Татьяне Алексеевне Гуликовой. Пожалуйста. Как Вы уже отметили, Владимир Владимирович, ситуация в стране с распространением новой коронавирусной инфекции постепенно улучшается. Суточный прирост уже на протяжении ряда дней составляет 0,7%. Показатель смертности от COVID-19 за весь прошедший период остаётся на достаточно низком уровне. Показатель летальности составляет менее 2,5%, что значительно меньше, чем в ряде стран мира. Важность взвешенных решений по снятию ограничительных мероприятий... Все новости дня в выпуске программы «Новости Татарстана» на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова